Ну а 18 марта чебоксарцы присоединятся к всероссийской акции в поддержку народа Украины. Об этом на совещании с членами правительства сообщил глава Чувашии. Митинг начнется в 18 часов на площади республики. Другие темы в нашем сюжете. С 1 марта в школах республики начался прием детей в первый класс. О том, как прошел первый этап зачисления, рассказал министр образования Владимир Иванов. Впервые за парты сядут 13 500 детей. Это на 700 учеников больше, чем в прошлом году. В учебных заведениях мест достаточно. Но некоторые проблемы возникли в связи с тем, что изменились правила приемов школы. В предыдущие годы было много желающих обучаться в гимназиях и лицеях. Там для отбора проводили тестирование. Сегодня законодательство запрещает принимать первый класс на основе предварительного собеседования. Мы сделали так, чтобы в гимназиях и лицеях не было первых классов. То есть первые классы сегодня закреплены за начальными школами. Создаем отдельные начальные школы. И таким образом первую волну ажиотажа мы сняли. Проблемы остались в центре Чебоксар. Здесь не хватает мест в учебных заведениях. Принято решение открыть дополнительные классы в первой начальной школе, арендовав помещение в 11 школе. Неожиданно оказалось много желающих попасть в 59 школу. На сегодня на 45 заявлений больше, чем запланировано. В основном это те, кто зарегистрирован временно. Сейчас Управление образования столицы решает эту проблему. Встречаются с родителями, предлагают детей отправлять в соседние школы. Михаил Игнатьев отметил, что у всех детей должны быть равные условия для получения общего образования. Досмотрен открытие дополнительных первых классов. В начальной школе номер 2, допустим, в городе Чебоксар, в школе номер 6, 11, 45, 48, 53, 54. Так как появилось, дополнительно увеличилось количество детей. Также на планерке говорили о проведении ямочного ремонта на дорогах. Весенние воды разбили дороги до неузнаваемости. Ремонту подлежат 88 тысяч квадратных метров. На дорогах регионального значения выполнено 70% от запланированного, местного значения – половина. Ямочный ремонт должны завершить к майским праздникам. Михаил Игнатьев подчеркнул, что всю информацию о проводимых работах ежедневно нужно размещать на сайте, чтобы люди могли оценить их качество. Кроме того, с установлением теплой погоды из-под снега появился мусор, копившийся всю зиму. В городах и селах необходимо провести субботники. Обочины дорог обязаны очистить соответствующие службы. Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.